Продолжение следует... Мы говорили о старте всероссийской переписи населения. И сейчас мы на финишной прямой. Какие есть предварительные итоги и как Крым выглядит на фоне других регионов России? Да, действительно, мы с 15 октября приложили все силы, все человеческие ресурсы для того, чтобы провести всероссийскую перепись населения в Крыму. Вы действительно правильно сказали, что это финишная прямая, поскольку еще у нас впереди 3 дня, которые мы еще будем очень напряженно и, надеюсь, плодотворно работать с тем, чтобы перепись завершить. То есть пока мы еще о завершении не говорим. 14 числа в 12 часов ночи перепись действительно завершится. Но могу сказать, что, в принципе, мы идем практически в ногу со всеми субъектами Российской Федерации. Части темпов роста переписи населения. Но работы еще у нас достаточно много. Сегодня можно лишь говорить о тех территориях, которые наиболее успешно в Крыму прошли перепись населения. Какие? Да, а косвенно я назову, конечно, а косвенно. Это говорит о том, где население наиболее активно откликалось на просьбы наших переписчиков принять участие в переписи населения и поучаствовали, самое главное, в этой переписи. У нас, да, действительно есть регионы-лидеры. Прежде всего, город Керчь. Вот уже можно говорить, что... Город-герой. Город-герой, да, что перепись от Ожидаева, по крайней мере, уровня уже достигла этого уровня. Но еще раз подчеркиваю, перепись продолжается. Успешно работает в этом направлении Красноперекопский район. Могу назвать и такие территории, как Советский, Черноморский район, Раздольнинский район. Это те территории, где перепись идет хорошими темпами, и население действительно активно переписывается. Не только, когда приходит переписчик не в дом, но еще и, собственно говоря, активно принимает участие в переписи населения через портал госуслуг. Это действительно новая форма переписи в этом году, которая происходит. Я имею в виду в эту перепись. И она активно приветствуется крымчанами и используется. И хочу сказать для наших крымчан, что вот эта вот перепись электронно через портал госуслуг первоначально планировалась до 8 ноября. Продлили, учитывая, что население активно откликнулось на такую форму переписи, продлили электронную перепись также до 14 ноября текущего года. Поэтому крымчане по-прежнему, те, кто вдруг все-таки не переписался, по-прежнему имеют возможность зайти на портал госуслуг, имея учетную запись, и все-таки переписать себя и членов своей семьи. Активность крымчан к концу переписи снизилась или наоборот увеличилась? Я вот тут сказала бы, это не признак активности. Это признак того, что все-таки большая часть населения все-таки переписана уже. Поэтому сама перепись несколько замедлилась. Сейчас мы работаем, во-первых, с теми, кто по каким-то причинам все же не успел переписаться, но и опять же проходим по тем помещениям, по тем домовладениям, где по какой-то причине нам еще не открыли дверь или по какой-то причине отказались участвовать в переписи. У нас, к счастью, таких отказов не так много, но они есть. И это тоже предмет доработки и повторного прохождения нашими переписчиками вот этих домовладений. Ольга Ивановна, а как крымчане реагируют на переписчиков, когда они приходят к ним для того, чтобы собрать информацию? Позитивно, позитивно. Я даже больше скажу, что тех, до кого еще наши переписчики не дошли, были звонки на протяжении переписи, люди беспокоились. Как же так? Объявлена перепись, а переписчик еще не пришел. Конечно, обязательно реагировали на эти звонки, понимая, что сегодня работа идет, продолжается, и переписчики придут и в тот дом, где люди уже их ожидают. То есть в большинстве своем люди даже ожидают, не просто, скажем, не намерены отказываться, но еще и в ожидании того, что переписчик придет. То есть тем самым действительно демонстрируется активная позиция крымчан и понимание, что перепись проводится прежде всего для самих жителей полуострова. В этом году впервые проходил онлайн-формат переписи. Вообще, насколько он себя оправдал? Ну, на самом деле оправдал. Сделать свое участие в переписи, обеспечить это своими руками, и при этом не выходя из дома это сделать, и переписать при этом, иметь возможность переписать не только себя, но и членов семьи. Это очень хороший формат, на мой взгляд. Тем более, что сейчас все-таки ситуация такова, что рекомендовано ограничить контакты какие-либо. Поэтому даже в нашей ситуации современной это очень нужный, я бы сказала, формат, и действительно он оправдал себя. Потому что вопросы, они те же самые, что и задал бы переписчик, это прежде всего. Но зато в электронном формате есть еще всякого рода подсказки, автоматические реагирования на те или иные вопросы, исходя из ответов предыдущих. То есть это намного ускоряет, кроме того, и сам процесс прохождения переписи. Поэтому по всем параметрам будущее, я считаю, за электронной переписью. Проголосовать можно будет до 14 ноября включительно, но есть такие крымчане, которые сами хотят прийти на переписной участок. Где можно узнать адреса? Переписаться. Переписаться можно действительно тремя способами. И третий вы правильно назвали. Первый – это либо переписчик пришел, либо на портале Госуслуг, как мы сказали. Либо действительно есть же переписные участки, они по-прежнему работают, они по-прежнему открыты. И на переписных участках есть инструкторы, которые ожидают тоже наших крымчан. Можно зайти на сайт Крымстата, и у нас есть там окошечко «Перепись населения», где выставлены и списки уполномоченных, то есть лиц, которые отвечают у нас за ход проведения переписи по той или иной территории и их телефоны. И там же, в принципе, указаны адреса переписных участков. Но, как правило, мы на сегодня все-таки к завершению переписи подходим. Население уже знает, где переписные участки, потому что мы, когда проходили по адресам, то если не заставали людей дома, оставляли листовочку, в которой указывали свой телефон переписчики и адрес переписного участка, куда люди могут обратиться в том случае, если по какой-то причине не хотят открывать помещение и общаться с переписчиком. В анкете 33 вопроса. Давайте я предлагаю, напомним нашим телезрителям, какие самые главные и насколько нужно ответить вопросов для того, чтобы анкета все же засчиталась. Я полагаю, что вообще как бы вопросы таковы, что практически не вижу оснований, чтобы ее не заполнить. Главное, но все важно на сегодня в анкете, потому что она очень отрабатывалась очень тщательно, она отрабатывалась наукой, она отрабатывалась общественностью, правительством, статистиками. То есть и там выверены вопросы на самом деле. Пол, возраст. Да, 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 конечно, я вам скажу обязательно. Речь идет о возрасте, речь идет о состоянии брачности, да, о количестве детей в семье. Очень важный вопрос, который единственный источник информации о населении. Это действительно перепись о национальности, простите. Это единственный источник информации, который вообще существует в государстве. То есть к какой национальности себя относит опрашиваемый человек. И еще есть вопрос об источниках доходов, об образовании, о благоустройстве жилья, о том, сколько квадратных метров на сегодня есть у человека, то есть насколько он обеспечен жильем. Есть вопросы, касающиеся занятости, в какой сфере человек занят. И вопросы, касающиеся трудовой миграции, то есть перемещения крымчанина. Допустим, он приезжает на работу из другого, приехал из другого региона. Как долго он работает на данной работе? То есть изучаются вот и такие еще костные вопросы. Но основные я вам назвала, и они все важны для нас. Как, собственно говоря, даже самая основная составляющая, сколько в Крыму проживает людей, и сколько проживает людей по муниципальному образованию. Каждый вопрос, и особенно данные о численности населения, конечно, очень важны и для правительства, и для глав муниципальных образований, с тем, чтобы успешно и эффективно выстраивать программы развития той или иной территории. Это, конечно, очень важно. Если вспомнить историю переписи в России, как менялись вообще эти вопросы, если сравнить с переписью 2021 года? Вы знаете, основные вопросы все-таки сохранились на самом деле. Потому что и действительно история переписи, она уходит, ну, скажем, глубоко, да, и еще как бы и в 17-е столетие. Вот, а если говорить, как и признаки переписи, они существовали вообще еще как бы в Китае. Вот, но основные вопросы действительно, опять же, это вопросы, касающиеся численности населения, по тому или иному, допустим, уезду еще в те времена. Вот, род занятий тоже был важен. Вот, ну, возможно, не было таких вопросов, касающихся, там, изучения благоустройства жилья. Да, это вопросы уже, которые являются признаком современности. А основные все-таки, они, вопросы сохранились, безусловно. Количество их менялось в разное время в зависимости от того, что, прежде всего, интересовало государство относительно нашего населения. Вот, что являлось приоритетом по развитию государства. Вот, но основные вопросы сохранились. Когда подведут предварительные итоги переписи? Предварительные первые итоги мы ожидаем в конце текущего года. Мы уже узнаем, сколько в Крыму переписано людей. И более развернутая картина по результатам переписи населения – это уже 2022 год. То есть, на протяжении следующего года мы поэтапно будем знать полностью все ответы на вопросы, которые мы задавали крымчанам. Только это будут ответы в целом по республике Крым, в целом по каждому из муниципальных образований, в целом по каждому населенному пункту. У нас есть возможность еще раз обратиться к телезрителям и напомнить, почему важно принять участие в всероссийской переписи населения. Я попросила бы крымчан отнестись с пониманием к этой всероссийской кампании, которая сейчас происходит. Очень важная кампания, которая осуществляется всего лишь один раз в 10 лет, поскольку она очень масштабная. И хотелось бы, чтобы было понимание у наших земляков о том, что перепись населения – единственный источник статистической информации, о нас самих, которая даст возможность получить и развивать наше общество, получать и развивать те или иные программы, формировать и развивать те или иные программы, которые, собственно говоря, и создаются, и формируются для того, чтобы нам жить становилось лучше и легче. Я думаю, крымчане, которые еще не успели принять участие в переписи, обязательно это сделают. Но это была программа «Прайм Тайм». Увидимся в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова